приветствую всех любителей клинка бритвенного и на сегодня у нас видео полноценное то есть не как прошлый раз я там снимал когда у меня там давление придавило то есть мне было вообще ни до чего я тут еле до компьютера добрался и поэтому там ну сами понимаете что видели вы что получилось вот хотел сразу же объяснить причину потому что многие многие спрашивали что такая за причина по которой вот так пришлось поступить причинам принципе простая жизненная ситуация объясняю то есть как это было обычно налажено у меня давно уже почти 30 лет производства ножей и там шлифовщики шлифовали сборщики собирали то есть все как-то шло плавно гладко и ровно но со временем люди портятся особенно когда у них поднимаются там зарплаты и это привело такой ситуации что они стали халтурить халтурить смысле не налево они кто-то бы успели бы еще не то чтобы налево короче говоря начали откровенно делать брак и все это скрывать все это припятывать и то есть как бы прокатывает и ладно а я потом от это за это все отдуваюсь и в общем меня это все больше и больше нагнеталась и в итоге плавненько плавненько со всеми расстался вот теперь мне не стыдно за моей работы теперь у меня все четко и правильно то есть только к тому же людей под завязано под это дело то есть я не могу их взять и так просто кинуть поэтому я сейчас один одинешины вот как говорится один в поле не воин но какой-никакой воин с копьем так сказать и произвожу клинки в основном бывает и ножи иногда но чувствую что даже и тут я просто не успеваю поэтому неизвестно что будет дальше как все это пойдет и пойдет даже не представляю если честно пока выглядит не очень вот но ты ладно посмотрим но тем моментом когда все занимались ножами я всегда свою мастерскую заруливал там где-то приеду помогу подскажу что-то там где-то кто-то успевает за него добью там дела или сразу к себе мастерскую заниматься своим любимым делом это изготовление опасных плитв это вот то что от души это то что от сердца вот как то так и все было бы хорошо но так как я сейчас видно на жахту не успеваю один никак пробовал пытался опять обращался к там сборщиком шлифовщиком они неисправимы они так и делают этот брак который никому не нужен то есть теперь на бритвы у меня просто просто ни времени ни сил вообще никак ничего хотя желание огроменное заниматься бритвами но я даже не знаю что будет дальше принципе я вижу точнее я не вижу свет в конце тоннеля что что-то где-то как-то повернется и я бы начну производить опасные бритвы даже ну не знаю я не вижу той ситуации вот наперед вообще никак ситуация такова я решил взять и зачистить склад зачистить склад что такое то есть это продать ниже себестоимости я раньше как старался выпендривался можно было сделать дам бритвы там примеру из 800 там 400 слоеного дамаска но я понимал что это бритвы будут стрёмные что они брить так не будут они будут драть как небо в т-образные колодки и поэтому я всегда делал все по максимуму то есть лучшего на и выше на и высшего то есть качество то тоже примеру дамасскую сталь я его подбирал по всякому в общем добился того что она стала лучше из лучших именно для бритв не знаю как то на ножах на ножах это будет перебор конечно там не поймут не прочувствует вот а тут это да получилось все как следует но себестоимость такая что просто страх реальный страх то есть там четыре вот таких вот здоровенные балованки отдельно куются потому что они не просто не убираются в горн вот так вот и когда они уже эти вот балванки превращаются вот такие вот заготовки их уже защищаются опять в большую балванку и опять туда вот как-то так в итоге себестоимость огромная и также я часто делал с моносталями я брал огромный пакет огромнейший просто его зажимал в миниатюрную вот эту заготовку который после уже раздавливал в полоску такую битвочки на 3 на 4 вот и то есть опять же делал не просто бритвы чтобы не были особенными вот я так старался и это опять же привело к очень большого вот этому задиранию себестоимости может я пошел не тем путем но мне не хотелось повторять что-то подобное из того что уже есть на этом белом свете это было бы слишком скучно и бессмысленно как по мне поэтому так все произошло и сейчас вот данные бритвы я взял тут несколько штук просто так наобум просто чтобы показать что то есть все бритвы продаются ниже их себестоимости цены урезаны так что просто до безобразия вот пример берем 289 красоте идеально что кромка что геометрия что формы что сталь все все это идеально и это по цене ниже ее себестоимости вся стоимость кстати здесь вот именно вот в этой заготовки то есть даже уже не еще не готовом изделии а просто в заготовке это дамасская сталь пластинка такая грязника и вопрос кусочек пластинки он стоит то есть только что он просто перекрывает все остальные работы и прочие уж оправы тем более вот примеру тоже дамаскове вот я так вот выпендривался чтобы всем было примеру приятно взять такой вот вариант подарочный вариант то есть как бы не просто бритву а чтобы она была шикардос то есть чтобы она была не просто какая-то вот вся пластмассовая но сами понимаете да бритва это не просто инструмент это скрипка эта скрипка то есть все чувствуют все чувствуют это то есть насколько вот примеру ощущение какое от бритвы то есть она может бритва просто брить примеру так ведь вот просто брить а может брить с шиком с кайфом вот это большой тот вариант для любителей большого вот это примеру как там тойота тундра и вот это бритва вот они примерно так же соотношений вот такие варианты примеру из монастали это из простейших вариантов но сделано так что аналогов в мире нет хотя вот эта бритва примеру близкая по характеристикам стали к японским но близкая то есть как получается близкая если взять японскую бритву эту бритву это бритва это бритва и уделает вот пример вот так это все выглядит потому что ни один японец не будет заниматься вот этой пакетной ковкой какой-то вот тому супер уплотнением вот с косточкой так вот она выглядит аккуратненько и миленькая то есть как бы вот и это все 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 сейчас на распродаже что получается вот такой бритвы вы где-то видали я отведал похожий вариант ну чтобы она была в таком исполнении вот четко в таком исполнении оригинальном во первых как показать сейчас вот такой вот геометрии примеру прозрачный смысле прозрачная это вот тот самый лепесток то самое плотно она просто тает в воздухе дева еще такую бритвку найдете нигде тем более из таких марок стали вот чему я и стремился я хотел сделать то что будет не просто брить а брить просто как вам объяснить кстати вот эту подтягиваю час буду вот что она не просто брила она чтобы радовала глаз чтобы она брила лучше всех чтобы она заточку до держала дольше всех чтобы никаких раздражений не было вот давайте просто по быстренькому сейчас пробежимся так вот вот тоже с косточкой клинышек 75 процентов подобию подобие английского батчера и мне все больше удивило то что примеру чаще всего вот недавно когда вот я первое видео выпустил тогда выбирали бритвы самые простейшие но я даже пытался один раз правда всего лишь уговаривать говорю почему вы берете эту бритву допустим она стоит там вот не знаю добавить давайте скажем она стоит примеру 5000 вы выбираете ее у нее вид то есть но не лоснится этот вид никак геометрии особой она не выделяется ну да там сталь конечно то еще который сделает в любой импортный вариант вообще любой советский импортный но внешний вид вот эти точности геометрии там не ахти какие то есть похвалиться ими не могу могу сказать что до бритва будет работать и все будет четко но я говорю примеру вот возьмите вот из этой серии вот из этой серии это же комиссарию с оправой но но в европейском стиле понимаете цена всего лишь на 600 рублей дороже но как сделано то есть здесь геометрии все четко соблюдены тонкая острая кромка оригинальность то есть как бы вот объяснить вот ее вот так вот то есть у вас она не как палка торчит она просто вот так вот прямо у руки то есть ощущение в бритье совсем совершенно другие никогда вот так вот так пример вы держите бритву правильно ну кто как вот примеру вот эти вот варианты если взять вот их это какая-то 0908 примеру вот 908 я просто вот сравнивал в руках держал геометрию вот вот этих бритв и те что заказывали которые на 600 рублей дешевле и не понимал то ли люди не видят то ли их просто пугает вот это вот японская стилистика она японская стилистика но вы видите спуски европа то есть это привычный бритва европейская вот это вообще просто просто прекрасно как бы сама бритва так и оправа я не понимаю ну вот как то так вообще шик ну ладно мне кажется просто на сайте не видно на фото того что реально лежит на складе не видно вот такой вот вариант полупрозрачными оправами в сером металлике то есть они они прекрасны единственное что конечно мне обидно продавать их просто опять по 10 рублей как говорится вот так вот то есть я даже не возвращаю те деньги потраченные которые были потрачены на эти изделия я просто защищаю склад если честно сказать то даже даже не получается вернуть те средства которые вложил вот как то так но обидно я открываю склад каждый раз и у меня душа сжимается так что лучше я этого не видел и поэтому я решил от этого избавляться что просто я открыл склад а там ничего нет как будто ничего и не было вот примерно так вот примерно так жаль что у меня не две жизни вторую жизнь я точно бы посвятил только бритвам и все бы подготовил в этой жизни для той жизни чтобы все произошло именно все так а не как иначе но на данный момент пока вот так я очень бы не хотел говорить что я больше вообще никогда не буду производить бритвы но я еще раз повторюсь я не вижу свет в конце тоннеля и поэтому я не представляю когда как я смогу это делать то есть опять же один опять же возраст опять же уже силы не те чтобы где-то урвать успеть и там и там шарахаться вот заготовка у меня принципе на валом для бритв и изготовил просто такой здоровенный ящик а у меня отлежит полный вот то тоже тоже пакетной комнаты это тоже вложенный день деньжище но я их просто даже он убрал дальний угол чтобы они на глаза не попадались и лишний раз не травмировали душу ладно не будем о грустном совсем 8 я еще что хотел добавить пару слов то что на сайте не выбраны далеко не выбраны самые интересные варианты потому что вот при последнее время выбирали самые неинтересные неинтересные но были тут несколько случаев где прям да люди прям сразу видно что смотрят и видят что этот вариант он особенный и они его забрали но в основном забирали вот это вот которое то есть так себе усредненный что-то но это опять же соединенные в среди вот этих вот вариантов примеру так и поэтому там еще очень много чего выбрать причем очень много чего интересного очень много достойного поэтому вот хотел просто сказать не пускайте случай пока есть что там достойного выбрать выбирайте потому что когда там будут уже остатки они не факт что будут сладкие поэтому добро пожаловать добро пожаловать на этом все я все сказал по моему если что не сказал спрашивайте в комментариях я все отвечу всегда отвечаю поэтому на этом думаю надо заканчивать данное видео объявление так сказать ну добра всем мягкого бритья счастья здоровья ну и всего всего что хочется главное это успеть сделать в этой жизни потому что второй жизни нам никто не обещал все спасибо за внимание пока